итак замки с вами top game и продолжаем играть викторию 3 за германию прошлой серии мы невероятно долгую войну с францией вели победили так что ребята обязательно подписывай следующий дурк не подписано у нас но очереди формирование центральной европы мы именно туда и иметься попасть поехали и тут появился ариенский союз из нитерландов что я могу сказать ладно я других слов а буквально и нет собственно говоря и мне придется покушать отношения со всеми своими соседями а пока это все происходит наверное я пойду захвачу себе италию души как план тем более что до италия и в теории могли бы и с ней союзниками быть тоже мы могли очень много часы дичит но нам эти территории нужны а значит да мы пойдем их захватывать наверное нас здесь нету интерес нет пресс есть ладно сейчас будем разбираться почему-то не можем мы же войне точно сравнение нельзя заставить наших детей случится а что по крайней мере ну ладно будем пробовать под позже снова будем пробовать на партийное государство шансы на него ну неплохие и вот мы наконец подавили все восстания армии нас и демобилизовались за твои доходы это понимаю подросли из тут уже выросли можем отправляться теперь наконец в италию можно быть алик ати да у деле было бы сделать так но немножко дороговато выйдет наверное не стоит ой смотрите-ка россия и испания решили поддержать италию но это вы забавно придумали жаль хранить будет всех нигде на что начинается это самая большая война на самом деле войны и правда большая очень грустно что мы сейчас россию потеряем как рынок у нас здесь торговые связи были не плохие на самом деле ну ладно произошло то произошло бы проблема их больше чем у нас мы тем временем конечно будем сейчас сорваться в италию а вот мы подавили флот и начали успешно выставил в италию и у нас здесь армии немножко пока стоит потому что я хочу на атаке россию это можно их перевести в принципе на более активный фронт и успешная выско в испанию пешная выско в италию пешный фронт с россией в общем-то этого и хватит как раз чтобы победить его этой войне на три фронта надо с однопротивным государством все нам не везет никак увы испания решила сдаться поняв что ну надо выходить из этой войны дома рассет где-то там же будет скоро достаточно давать до россии вымерилось ну и теперь остается лишь в италии по христианские миссионеры хотят проповедать евангелие спасения евангелие точнее атеизма то вы хотели сказать что к обращению иммиграционной привлекательности а меня все это более чем устроит на самом деле конечно это всего лишь в одном статье но почему нет и вот мы еще немножко под захватили те что ли вылетает а теперь отвратительно этим ничего не поделать но как есть есть задуматься вроде должны были себе скорее всего про мощности подбавить так что нормас еще и обязательно и как же нас душит дискриминация как же нас тушит низкий уровень жизни которых по не низким и так понимаю у тебя кому дискриминируем наверное низкий и это умножается насколько же как говорится вот это сильнее просто в бесконечность раз блин забавно если вы выбираете первую помощь что они получают дебаф типа я хочу улучшить украину они такие а мы обиделись вы убрали у нас первую помощь что добавят к полевой госпитале это уже разговор и нельзя до взять и нажать кнопку апгрейднуться можно только один или этом применять видите это очень странно выглядит очень запомнился смотрите мы можем построить небоскреб пьемонте и после того мы еще построим где-то его у себя блин забавно уйти за зализма охватили германию и высочетные ступки можем логично гарантировать условия либо идет мне зарплат ну зарплаты не давайте лучшие условия для рабочих да вот это потому что очень хороший закон мы автоматически приняли прекрасно и вообще от нас решили скололся французы радикалами просто полная 6 видите да здесь невозможно не быть мультикультура листа в этой игре если вы хотите иметь нормальную игру ну уж слишком здесь душно ну да мы не можем принять никакой закон опять таки да потому что нас ущемляются практически все рабочие сейчас пытаюсь поднять профсоюзы но тяжеловато потому что одновременно с тем что как бы не они-то поднимаются да но они хотят кстати говоря 6 президентскую республику как все хотят этом мире они хотят здесь голосование всеобщее избирательное право это разрез идет с тем что хотим и проблем еще нажать с тем что мы не можем пригласить никого агитатора нормального мы их дискриминируем и вообще странно пригласить кажется что его можно поставить со лидером и он двигает законы какие нам нужны а нет если мы его пригласим мы не сможем делать его лидером потому что он будет ущемляться почему видим потому что у него религия до католичества он сам он не конвертируется так что я бы сказал что мы пока что в некотором тупике нам единство что может помочь это если вдруг здесь вот у промышленников будет какой-то очень удачный для нас лидер вы иначе даже не знаю вот надо что-то придумывать а значит давайте попробуем все же тоже сделать избирательное право можно позвать сюда этого парня он захочет нам потом толкать в теории законы про нам тоже нужны теории так что давайте сделаем это всеобщее избирательное право не очень хотелось но придется чтобы потом во первых смотрите у нас имеется а мышники и в теории они безразличны когда протяну к старше они будут не против его и как будто вот от этого сюда они захотят то есть это будет все еще как будто типа апгрейд это в теории на практике не знаю но делать вообще больше в игре осталось ничего кроме как этого вами как этого добиться вот так что да еще центральный европ можно потихоньку хавать этим тоже займемся но я думаю столько поддержкой экстремальные как говорится проблем вообще не должна быть да вот она всеобщее избирательное право прекрасно эффективность у нас улетела в помоечку но это из-за того что у нас ничего не было выборов кстати говоря меня очень раздражает потому что ну это понятно что временно туда но радикал это реально суток что еще независимо от того временно это не временно до выборов как так можно было бы какой-то модификатор дать амизаем временная легитимность хотя бы чтобы 50 процентов было это очень странно выглядит это я оказался прав от олигархи к однопротивных суперс не хотят а вот от всеобщего избирательного права туда за милую душу отлично можем еще заодно сделать советскую республику кстати можно об этом подумать его президентскую тоже можно подумать так у нас появилась национал социалистическая партия даже не знаю оба это могло значить а и результат выборов на самом деле поистине удивляют реально потому что у нас внезапно вырывается вперед именно профсоюзы и интеллигенты прошли за 44 процента имеет власти 6 и у нас есть одно решение которое между во всех странах культуры религии чтобы население быстрее работала и а я сделаю это те чтобы игра пришла потому что мне уже начинает убивать это ожидание мой профсоюза выходит из правительства выглядит забавно да слишком много не получили видимо голосов и слишком довольны и стали ну и что ладно давайте наверное мы тогда сделаем первую очередь вот это бы ребята успокоились нашей стране а и поддержка тут конечно да весело а еще у нас появляются радикальные реакционеры ну-ка во главе с феминистом понимаю у меня в стране практически крестьяне осталось что ли ежеденца дофига рано почему прям так много на допустим а крестьяне 380000 до что правда как будто нет а нет смотрите это правда может здесь пишется не крестьяне а соискателя именно ребят которые ищут работу окей немножко другое теперь получается хрен поймешь где строится ты строишься видишь там людей но те люди которые могут туда перейти блин вот эти что-то делали с экономикой ведь я деле вот так вот выглядит промышленность половина заводов стоит чисто вот в таком состоянии а что с этим делать это это знают реально хрен знает ой появился у нас тут мужик который хочет однопартийное государство это позитивная тенденция но немножко поздно а может быть а лидером потом сделаем тоже наверняка захочется то партийное государство присоединиться к этому сделаем его а там дальше посмотрим вот со советская республика принято максимилиан наш новый председатель опасные часы допустим лицом революции мистического восстания господи коммунистическом станем мы уже стали коммунистами возьми в этой степени по крайней мере и а давайте ну ну сейчас захотите и германия покрасилась красный цвет и сюда даже как я и говорил а завал зашел парень из коммунистов прекрасно значит что у нас очень хорошие шансы закон но мы продолжаем у италии добиваться территории у италии практически нету армии так что мне тоже чуть-чуть жаль самом деле нет но но чуть-чуть конечно россия решила поддержать их испании решила поддержать так что мы мобилизуем одну армию этого хватит у нас же пехота траншейной у нас очень хорошее здесь виде технологии ведь мы еще еда исследуем так что все шикарно должно быть начался бои и есть дьявола что у нас тут защита либо чем-то характера удалось защите а твой защитный учит как-то поинтереснее что он навсегда ну и да их просто наматываем мы на пулемет ничего удивительного переходим уже в наступление здесь потому что у нас соотношение силы что у нас очень все хорошо и посмотрим да действительно все хорошо здесь наоборот приходим защита потому что здесь их стало многовато ничего я думаю от обороны должны победить мы параллельно с этим африканцев стоит а мы их подавляем а вот и испания решила даться мы сейчас нас россия из следом за ними италия на вот они уходят и одно только италию запущу здесь не представляет для нас никакой проблемы вот это ли уже оккупированные скоро сдаться нам нужно теперь всего каких-то 400 региона самом деле нормально я думаю получим их от авто венгрии вы смотрите канцелл социалистическая партия получает неплохое такое большинство по голосам хотя конечно не абсолютно и увы ой мы можем субъекты просто украсть украсть районскую область у британии и что не все здесь придумать здесь как раз быть раз два три здесь там 45 что то есть короче вот-вот мы с формом сделать новое культурное объединение ну и смотрите там еще британия накинула нам собрание аргентины чили и чего аргентина сюда пришла ну и страстица потому что мы так иначе пронесем их эти наши ноги военные просто невероятно сильные на ему сразу сон наступление не вижу смысла собой защите хотя по ходу смысл был или нет это так сильно это реально хорошая армия это заметить ладно это немножко делает это интереснее 1 партийное государство наконец-то наконец-то не то что я хотел увидеть а то может им надо переделать что-то в случае или мы можем сделать еще и президентскую республику но нам нужно улучшить профсоюзов у нас начали взорвутся и они рвутся больно хотя все нужно парламентская республика ведь здесь канцлер вид как то что нам надо а тем временем можем сделать профессионные налоги о можно здесь все без счастья уменьшить ну-ка и мы их немножечко затролли дело в тузовую выставку но сейчас поделим на твои и думаю что тогда у нас получится и пока вы тут про налоги рассуждали нос умер правитель вы должны заключить что начал нет надеюсь шансов надо брать он сложнее все-таки срока у нас новый председатель петаж рихтер он авангардист но он нет лидеров нет ну лидер союзов прекрасно из-за этого у них лояльно должна еще больше подскочить потому что его устраивает то что мы сделали это они что-то сделали слишком чтобы он срал теперь встретит просто что за жесть происходит зато не бесполезно как говорится да но были нож это за дичь просто вот это вот а просто не как у какой-то лучше с не знаю вот на теле присутствует к этаж за фронт вражеский 0 армии 0 атака 0 защита 0 армии при этом британцы невидимы не знаю может туман и защищает здесь вот успешный тэф и традициях это очень-очень странно это правда он у нас все-таки хватило того что мы оккупировали чтобы начал пикать вот вот варскор нам отлично начнут победили вот смотрите вращение области говорят сделают напугали напугали французы же есть ну сейчас разберемся с вами ладно да у меня совсем слова сыгрозе связи числа такие здесь числа другие это они должны совпадать как видите здесь 3636 и здесь тоже не почти и совпадают допустим слов все ломаться начинается битва с францией ну чтож тут мы находимся в броне и по ощущениям очень-очень уверенно какими-то статами я ввел сюда полностью армию потому что здесь что-то просто обогнулась из-за этого действий британской армии которая там не может стоять возможно она бесконечно куда-то уходит но не может идти я не знаю что там парадокс и насрали в коде но он не работает а вот прогрессивные ноги все это сложно увеличить уровень жизни и кстати на франция потихоньку нами захватывается что неудивительно абсолютно вот нидерланды уже дались отлично нидерландер наш протектор от называлась британия если бы точно но тем не менее отлично это мы сможем сделать дальше уменьшить с нами и получаем три региона остается всего чуть-чуть 2 ну или один если там ровно хватает о смотрите что произошло допустим хотя мы сейчас будем это менять но как бы 1 лидерах коммунистов бюрократин институт за то что надо кстати но от франция и сдалась а значит нам пора улучшать сюда отношения и бельгии бы заняться и мы можем вернуть область убить и это именно будет считаться вернуть что забавно но тем не менее это то что нам сейчас нужно получить территорию и тогда уже да может смотреться здесь у нас появляется раз два три перед будет 35 35 нофиг по идее мы сможем сформировать это финальная наша война австро-венгрия в пельгия забираем волонию забираем здесь тироль устроен душу с юга здесь наоборот защите они нас атакуют сами хотя они передумывают периодически но бельгия думаю без проблем мы сейчас просто снесем дала как произошло бельгия уже захвачена я отправим всю армию сюда и да тушим здесь с австро-венгрию и я смог параллельно с этим наконец-таки обрезание этого левела все открыть берега поставим идем в президентской республике из пик 100 процентов так что надо просто три оборота выдержать чтобы вот эти ребята не взорвались вот все вот эти конкретные и вот сдалась бельгия и ну и сейчас даст я думаю и островингря особенность у меня войска не будут влиять вечно убегать лично все роли мы получили получили мы от бельгии территория переснижаем здесь автономию по идее этого должно хватать да так есть оба сделать сердце европы стальной объединитель русский пролетариат мечтает о свободе союз народных республик прекрасно а вот и наша президентская республика соединенные штаты европы нам бы единственное вот этого парня сделали бы лидером увы нельзя из-за того что он не той религию надо власть стала выглядеть очень-очень смешно но и блин очень странно что ему вместо этого лидера давайте как-то сделаю это через консоль потому что ну как мы не можем его делать лидером чего этот парень не придержится государственной религии то араб уже всем встать да как там уже очень долго все это держим ну надо поменять и я все-таки смог добиться вот этого вот государства пан европы там ближе к тому что я ждал увидеть все еще не то что я ждал увидеть а ну вот смотрите да мы все-таки смогли найти до фашистского государства диктатура то есть у нас однопартийная президентская республика и то я провел уже закрыта критику но так или иначе это очень легко сделать было бы с лидером фашистом как видите именно вот вот нам руинила наш прогресс теория могли бы и без этого но получилось как получилось я думаю партия может это закончить сделать вообще ничего и спи в игре дело тоже осталось ничего ребята если напишите мне в комментариях того что поиграть во что именно какую игру за кого потому что идея очень-очень включаются пока нету идеи не входит не в европе не в виктории вообще нигде очень рад был услышать ваш какой-то фидбэк ну а с вами был мг обязательно подписывайтесь если учет не подписаны лайк и комментарий ты искать пусть и и до скорых встреч всем пока